Друзья, всем привет, всем привет! Вы на канале пиратская жизнь, сомнены в оба. У нас сегодня вкусный завтрак, он же обед плавно перетекающий. Мы сразу обедаем, потом идем уже по своим делам. Мы не завтракаем, мы спим. Вот, смотрите, какой у нас сегодня красивый, вкусный завтрак. Это у нас сосиски местные, сыршенка. Здесь у нас фрукты, арбузик, виноград и салат. Смотрите, какой обалденный салат, я сделал вован из местных овощей и зелени. У нас все неправильное питание. ПП, можно сказать, да, мне тоже манечка. Кстати, вкусно у нее здесь кексик. Ну, Кейнсу, ну, в Африке Кейнс, скажем так. Ну, пробовать сосиски, я их обжаривала. Я устала, знаете, ломать, девочки, в смысле очистить. Ну, просто прям вот как это ужас. Что-то там делаешь. Хайнс. Нормальный кексик? Ну, здесь кому-то надо. Ну, что, попробуем первую сосисочку. Как она после обжарки. В холодном состоянии не такой у себя. Не соленая. Сосиска? Да. Боже, не похоже на какие-то соли. Боже, и соли. Наверное, поэтому они такие дешевые. Будем считать, что у нас это, ПП. Все. Соль-то полезен. Да, салат, салат с мерзкой. У нас одна ложка. Как в России. Салатик. Да, с нашим маслицем. Российским. Огонь. Но тут местное масло не особо нравится. Ты не пробовала его. Лисло. Лиски не хочу, даже. Лислое и чужой. А, и курусное. Я привезла, то, что мне нравится. Потому что я хотела. Сейчас, может, я еще это привезу. Я считаю, с каждым разом у нас будет улучшаться. В поездке будем более опытно подходить. Может, на следующий год все-таки решимся и приедем все-таки на зимовку. Посмотрим, как поешься. Денег, конечно, накопить надо знатно. Поэтому сейчас в России вернемся. Будем экономить, экономить. Сами готовить. Помните, экономите. И все. И все, да. Сами готовить. Как-то системы дурацкий. Не покупайте. Декона. И в Африке декона, наверное, поэтому вот такой гробы. Стоп-черкать. Сумеряемое мясо. Один, по-моему, как это. Сует-долина. Нет, не такие же давали, но они с клюнули. Салили блин. Что-то не отличил. Да, не помехать и другим. Декона. Декона. Ну, этот салат посыпешь. Красиво там лежит, все свежее. Приготовить этот завтрак. Что? У них там на острове. Ну. Это уже почти три сосисточка. Такие маленькие. Ну да. А не вот так вот, да? Чего? Да, не порцию. Чего сказать? Вот у нас приходишь. У нас тоже есть. И такие салаты. И все. Но они у нас уже не первой свежести. Они же какие-то все белые. Все какие-то... Хочешь ты на салат купить? Угу. Принес салатом. Девочки, он весь просто умерший. Это лучший был. Из всего того, что я вытром. Знаете, это еще и лучший был. Капец. В общем, мораль басен такова, что да, тут вот больше относится к свежести продуктов. У нас как-то все боятся. В втором году лучше. Да. У нас боятся, что они продешевели. Почему ты понимаешь, у нас свежие продукты не выкладывают до того момента, пока они продадут эти. Хотя больше черт. Тот же самый свежий там кефир. А еще что-то свежее. На самые дальние краешки. Я не знаю, как здесь устроена система. Может, система устроена таким образом, что они берут на реализацию эту зелень и прочее. Сколько продадут, столько и платят. Может быть. Поставщику. Либо другая система. У нас же продают прям до последнего. Знаешь, знаешь, да смотришь там помидоры уже тухлые, а курсы уже мягкие там какие-то, плечневелые. Отлежат, продаются. Тоже ценой. Да. Все месяц 10 вечера. А реально цены там рубят прям в разы. Пополам. Пополам. Дульнифига. Особенно на волосы, на зелень. Все. На волосы не очень рылись. На готовый продукт. На готовый, да, ошлубанной ваще. Не залеживаю сюда. Подмечку. Тот, кто хочет прям сэкономить, здесь есть очень много вариантов. То есть можно готовый рис купить с курицей. Там 30-40 бат. Вчера зашли в этот сколько там всего. Я в самом начале-то. В холодильнике дома. Лис с этим, лис стеной, макарманы. Дальше. Сельничек. Не, вы знаете, вот эту вот готовую продукцию, которая лежит там с холодненькой не очень. А люблю? Точнее, не люблю ее вообще. Я тушу, потрачу время, знаете, и приготовлю сама себя. Хрен его знает, сколько он там лежит. Хотя в Таиланде можно брать смело. А лежит, а у них немного. Я готов, правда? Да. Два часа. Ну, не два. Нет, что прям так, как мы говорим. Примерно. Ну, а молочка у нас нам много лучше, конечно. Да, не плохо. Челета есть. Слово совсем. Настоящих молоков как-то тысяч. Какой-то без лак тоже, без этого. Сойва. Сойва. Миндальная. У нас тут все наборочек. Даже Фениц спрашивает, какую тему. Это. Молоко. А у вас есть обычный? Сейчас, скипите. Вместим наш. Так пробуй. К лащам, фруктам претензий не имею. Так вот, как вот с сам кундром. Так оно вкусно. Кукундром. Вот эти ребята, приехали в Таилан в Таилан в Таилан в Таилан в Таилан в Таилан в Таилан. И поняли, что здесь нету нормального помидора. А, и ты сам наращиваешь? Нет. Вот, бычка здесь была вся. Им бы попробовать просто нашу бычку, они бы приняли вообще, да? Вот они открыли свое производство, очень долго пошли к цели. То, что плохо росла, плюс паразиты местные и прочее, прочее. И все-таки сделали. Сейчас у них заказы по 30 ресторанам, поцарей едут. Они никуда поставляют. Ну? В магазине нет. Ну, в то же смысле. Не успеет, наверное, только вырастить. Но вообще здесь, знаешь, все прикольно. Здесь же сезонность большая. То есть можно за год там 2-3 урожая поднять. Вот они и знают 2-3 урожая. Здесь один в солнце. Плюс ладно. Вот чуть-чуть не помидорки бафера. Они поохренели вообще от куча. Я на страже, что это такое за хрупп? От запаха. От запаха, от фрукта. Приедем. Ладно, про все-то будет тюкнини. У нас у нее там все охотно. А мы и тайские фрукты привезем. На замену. Чито. Дурян. Занга. Ну, и все. Я дай. Не, вот так, знаете, здорово. Включил телек. Сишь русский канал, смотришь русскую рекламу. Я что-то к чему-то привозил. Зашибись. Салатик. Опять же. Говорю, как вам не надоели эти салаты? Дома их все постоянно жрете. Здесь я постоянно приехал и жрете. Что здесь можно дать? Вот что-нибудь другой какой-то обувь положил, уже другой салат. Раз и другой. Ну, а что? Оливье, чтобы стоять каким-то там, да, идите-идите. Овощи нужно есть. Ну. Почему мы не толстым? Бо, почему мы лучше едим? И крупки. Постоянно. Не только здесь, а там тоже. Горьки. На, тут, царится, стало это. Да, мы салаты. Это и то, овощи. Фрукты. Витамины. Поэтому не болеем тихо-тихо-тихо. И как им три раза в день. Как положено, да? Как доктор про сал. Да-да-да. Утром я тоже улыбаюсь. Да-да. Ну-ка. Паренько. С укропом. Есть тут очень редкий чай. Побращается. Хит мы отличим. На. Вытаси. Здесь нету стены, на которую ты любишь чихать. Да. Здесь нету. Здесь все. На, теперь еще. Не стесняйся. Все, давай, доедай. Уже вижу, ты. Сидишь, ждешь, отмашки. Доедай. Доедай. Волшебное любимое слово Ивана. Доедай. Он любит до слова. Доедай, да? Лук, кстати, здесь хороший. Зеленый. Ну что, вот. Не, у всех нормальных. Когда есть денежка, когда есть денежка, поверьте, все будет. Вот, к ребятам в палатку приходишь, свежайшие огурцы, помидоры, шикарные овощи, фрукты. Просто обалденно. Просто это стоит очень так, приличненько. Ну, с этим денежкам, будет балдеть. Кайфовать, конечно. Он там говорит, что здесь продукты лучше. Нет, я бы не сделала. Мяс у нас, у нас говядина больше не стоит. Здесь говядина, хрест, свинина и курица. Мизьгай, говядина есть тоже. Ммм, она в стейках. Она в стейках, она всякая, Black Albus, она привозная. И она стоит капец. Она или американская, или янпунская. Нет, Black Albus, но слома лучше. Барань, она тоже самое. У нас это свежее все. Барань, это свежее нету. Она уже вымороженная. Да, размаложенная. Так что, в этом плане, да. Нет, курица у нее здесь все классно. Сменина хорошая. То есть, нельзя взять шмот мяса, отрезать себе. Надо ее подать. Ну и дайте, вот ничего. Что, наел что? Да. Что, поздно, да? Какой-то, какой-то ветер салата даже. За одним прям риской ее ешь. Прям хрюканье туда. Арбузку пока мою. М-м-м-м. Вкусно. Знаете? Особо чего-то тяжелым не хочется. Таиншим вкус ели. С соловыми сосисками. Салатик. Нет, просто вчера, когда ходили в ботус, там сидел паночка. Таиншим, молодая, я. Вот они ходили в Нидерале продукты. И начался? Как они это делали? Таиншим вкус ели. Дерали самые дешевые, реально. Кроме заметил, что прям самая дешевая. Да, прям показано. А вот мне вон там дешевый направили. Ну, блин, молодой семейки, да? Не то, чтобы это не подмывало бы. Да, прям, смитые, тут, тут, граница трибата. Слышно, богатый. Вот так же вот сидит и размышляет. Вот, ага, трибата. Правильно она делает, правильно его гоняет. Нас мужков вообще гонять надо. Он, вообще-то, он ее гоняет. Не то, что. Ее, значит, она у них баба. У нас три баба. Молодцы. У нас больше. У нас помидоры сочные. У нас и помидоры, или нет? Причем здесь вода. Болезочные. Из помидоров. Вода. Вода. А у нас такой, знаешь, как сок. Сок розовый. У нас еще сок из лука. Сок из салата. И, ну вот, укроп, не скажу, что. Он сухой. Укроп у нас там. Иди получше. Надо скачать. С котирожками. Страшная программа. Досолка, по-моему. Это то, что в магазинах продается. Досолка. Все такие, лечу, знаешь, а? Опасные в банке сказки. Понимаешь? Тунец, так, я вижу, стоит. Понимаешь? Горошек. Горбуша. Ментай. Консервы все продают. Тунец. Так, пусту больше, нет? Больше. Ну, не с чаем. С чаем. бутулизе приду мне страшно чтобы в магазинах не брали фишка там опять что ли? у меня человеку слабый иммунитет, то ему любая херня просыпаешь. не, почему? у некоторых есть болезни, которые даже если у тебя сильный иммунитет, ты цепишь. ну это понятно, что на сегодняшний день иммунитет если у тебя хороший иммунитет, то по крайней мере не так сильно будет болеть если еще в ловлю не помню. это почему маленькие дети болеют часто? да потому что у них еще иммунитет не сформировался от мамы а прикинь вот некоторых детей сразу сажать? на смесь? да там не кремом, ой я грудь не хочу портить, ой ля-ля тополя начинается ну на некоторых просто молока нету у нее от мамы молока не было вот и что-то ей говорят мало молока и она начала грудь разрабатывать как-то стал пить чай там с молоком постоянно чай с сгущенкой вот, говорит, напилась тогда чай с сгущенкой все покрылась, диатеза сразу брала и стала просто пить часть молоком говорит, у меня эта часть молоком просто изо рта и отовсюду линься но свое грудное молоко я тебе дала то есть а потом я уже так вот я тоже с этим я было одно время тоже даже, кстати, кто нас смотрел давно у меня что-то одно время было это, знаете, вот я любила чай с молоком ты на что-то пробовал где-то чай с молоком тебе принесли я все-то прям вот подсела и прям поскольку долгое время пила я не помню долгое время пила-пила-пила-пила мы были на в каком-то этом и принесли чай и отдельный с холстничок в доме цвеки, а это как раз молоко я не помню ну, короче, вот я долго-долго время пила чай с молоком а сейчас что-то опять в Египте очень раз простыдно там чай с молоком и с влюшным маслом в Тибет они это часто пьют чтобы так холодно не было кстати, это виноград не очень сладкий у нас тут подобный виноград красный, да? он очень сладкий вот поэтому у нас и делают но из него хотя, может быть, здесь нет хотя, может быть, это кто-то арбуда короче, как так в общем, нормально живем потихоньку полегоньку вот ну, опять же, повторюсь давайте уже у тебя закроем кто там говорит, ой, в Таиланде вот это лучше там это лучше кто-то говорит у нас в России лучше все индивидуально люди привыкают на вкус и цвет товарищей да, там они привыкают другому кому-то это лучше, кому-то то лучше везде все хорошо когда особенно есть деньги, вам будет в любой стране хорошо и в России, и в Таиланде, и в Дубае, и на Мальдивах, и Уэе и прочее, прочее, прочее а вот, но денежку, к сожалению, в наше время в наше время сейчас, знаете, вот как раньше можно было прекрасно жить даже и без денег то есть там где-то что-то вырастил где-то поменялся туда-сюда и люди как-то жили сейчас, к сожалению, такого халявы нету судя по этому, я думаю ногу у меня лишь руки красные в общем, всем всего хорошего мы с вами здесь на Щвупске пока-пока